Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Последнее событие в Рижской Думе не оставляет равнодушными, я думаю, никого из рижан. И даже тех, которые, может быть, ежедневно не интересуются политикой, наверное, в курсе вот той ситуации, очень сложной, которая возникла в столичном самоуправлении. И сейчас мы поговорим об этом с депутатом Рижской Думы от фракции Согласия и руководителем, кстати, Рижской региональной организации партии Согласия Сандрисом Берминисом. Добрый день. Добрый день. Как, я думаю, это уже не секрет, вы сами это не отрицали, что вот на заседании, которое, видимо, должно было состояться поздно вечером, уже после 10 вечера, в неочередное заседание, после того, как избрали мэра Риги, должны были избрать вас лично, Сандрис, вице-мэром. И, по-моему, еще был один кадровый вопрос. Да, один кадровый вопрос был, поскольку там уходят наши евродепутаты в Европарламент работать, тогда был кадровый вопрос о место в порту. В правлении. Да, в правлении порту, да. И, значит, там надо было избрать. Вот Олег Буров, который написал заявление, и я как бы планировал, что если бы меня избрали, я бы становился на место Бурова, а Буров бы начал руководить бы свободным портом. Два вопроса было. Ну, к сожалению, вот так не получилось. Да, но получилось совсем не так, как, я думаю, кто-либо ожидал. Я так понимаю, что на неочередном заседании фракции, которая уже ночью практически состоялась, было принято решение четверых бунтовщиков исключить. Вот двое из них, Петров и Осликов, говорили о том, что они не выступали против вашей кандидатуры как таковой, а хотели вас более обстоятельно, вот вашу кандидатуру изучить. Да, защитить, защитить и изучить. Да. Они говорили про какие-то юридические моменты, что, например, вот то должность, которую я буду занимать, что надо как бы сразу голосовать за то, что в этой должности, ну, то есть чисто юридические вопросы, что там написано, за что я буду отвечать. Закон, кстати, такого не требует. Ну, конечно, не требует. Это только отговорки, и этим они показали свое истинное лицо. Да, я, конечно, очень сожалею, что и с ними пошел на поводу и вице-мэр Вадим Баранник, который является, ну, долгим, долгим соратником Нила Ушакова, да, и поэтому вот это мне удивило, да, но вот эта тройка, которая с ними, да, она давно уже не совсем положительно себя показывала, да, уже несколько месяцев, они вибрировали и делали всякие действия, да, которые, ну, если так, ну, мягко называем, или вещи своими словами, да, было похоже на шантаж. Скажите, вот они говорят о том, что хотели лучше изучить или оценить вашу кандидатуру, а разве они не были с вами знакомы, может? Я с ними знаком, во-первых, да, даже не будем говорить о том, что мы долгое время в одной партии, да, я с 2012 года, ну, там, они чуть меньше, да, я так понимаю, что если мне память не изменяет, не изменяет, то, там, с 2016 года они, да, но все равно с 2017 года мы работаем в Думе, да. И до этого были знакомы, да. Да, и до этого были знакомы, да. Значит, я руководитель рижской организации, да. Они состояли в этой организации в рижской? Они состояли в рижской организации. Я их сам по другим, по членам, ну, по рекомендациям других членов партии, я принимал их в партию, да. Поэтому говорить о том, что они вас не знают и нужно оценить вашу кандидатуру, как-то это очень странно. Да, очень странно. Ну, наверное, там под низом были другие вопросы, которые надо у них, конечно, задавать, да, но, в принципе, до этого были три фракции, три заседания фракции, да. На первом заседании фракции они спрашивали, что им там непонятно вот то и то, говорили, что надо еще подождать, время оттянуть. Но потом были два запротоколированные именно заседания фракции Рижки и Думы, нашей фракции Согласий, на котором было, значит, голосование о том, что мы делаем так и так, да, что сначала там были несколько кандидатур на вице-мэры, да, остановились к одной, к моей, да, значит, никто не возражает. Был задан этот вопрос, был на всех заседаниях фракций, да, ни одного вопроса не было задано. А они голосовали за? Они голосовали за, это запрокатолировано, да, это все как бы юридически оформлено, да, и потом вдруг, вдруг, когда уже пришел тот момент, когда надо голосовать на заседании Думы, тогда они вдруг решили, что им вот это невыгодно. То есть, фактически они, по существу, пытались сорвать заседание, да? Да, и они что-то торговали, но что они торговали, неизвестно, да, и с кем они торговались, может быть, с оппозицией, может быть, еще с кем-то, да, там был какой-то, шел какой-то торг, которым, конечно, им надо самим спрашивать. Я думаю, что если будет возможность, спросим, а сейчас мы попытаемся дозвониться до вашего коллеги по фракции Согласия, действительно ветерана латвийской политики Михаила Каменецкого, потому что нужно узнать и его мнение, как это все происходило. Пока на звукорежиссеру дозванивается, вот такой вопрос, еще хотел задать, была ли возможность каким-то образом договориться с вашими теперь уже бывшими однопартийцами, чтобы их не исключать из фракции, я так понимаю, это мы об этом чуть попозже, что они сегодня же исключены и из партии Согласия тоже. Да, мы сегодня их исключили на правление. Да, вот у нас на связи и Михаил Каменецкий, и депутат Рижской думы от фракции Согласия. Добрый день, Михаил. Добрый день. Не могу вас не спросить, вот как вы оцениваете всю ситуацию, было ли для вас, учившиеся, ну, фактически уже в ночь, с четверга на пятницу, вот все произошедшее было для вас неожиданностью? Сказать, что это было неожиданностью, значит, ничего не сказать. Потому что накануне, за 24 часа до этих событий, да, мы проводили заседание фракции, и нагласно, и ненагласно, с участием всех фигурантов от последующих историй, проголосовали за то, что мы выдвигаем своего кандидата-вице-мэра и поддерживаем его. Ну, и когда оказалось, что не все после такого голоса не все готовы это сделать, а именно 4 человека, без чьих голосов избрать нашего кандидата-вице-мэра было невозможно, ну, вот тогда пришлось столкнуться с тем, с чем мы столкнулись. Я сегодня читаю объяснение вот этих вот фигурантов 4, да, и самая главная мотивировка – это недостаток коммуникации. Ну, не было там недостатка коммуникации, там реально недостаток совести. А с этим уже сложнее. И больше я ничего на эту чему сказать не могу, потому что все люди четко понимали, они просто не пришли. Послали господина Бараника сообщить о том, что они не принимают участие в голосовании. И сообщить не нам, не своей партии, а нашим партнерам. Я не понимаю, с каким датом господин Бараник пошел объяснять партнерам сначала о том, что они не принимают участие в голосовании. Ну, было так, как было. Ну, что я могу сказать? Я очень горжусь своими коллегами, своими друзьями, товарищами из фракции, потому что в течение 20 минут мы все единогласно проголосовали за исключение этой четверки из фракции немедленно. А это была очень трудная история. Это трудное голосование было. Мы понимали, что мы лишаемся большинства. Но, наверное, кто-то думал, что с ними продолжат консультироваться, продолжат с ними, продолжат их уговаривать. Они смогут еще что-то себе выторговать. Нет, этого не будет. И когда сегодня, сегодня журналисты задают вопрос, а вопрос, а сегодня этих вопросов, ну, даже мне задавали очень много, на всех уровнях. А как будет, нет, не будем мы с ними. Не будем мы с ними работать, не будем мы с ними контактировать, не будем мы с ними ни о чем договариваться, и их политическое будущее никогда уже больше не будет связано с согласием. Тем не менее, вопрос, который, наверное, интересует ваших избирателей, всех рижан. Что будет дальше происходить? Потому что, ну, даже чисто математически, понятно, что сейчас коалиция есть, но большинства в Думе нет. Вы понимаете, мы будем, у нас есть различные варианты развития событий. Мы будем работать, и мы работаем. И самое главное, о чем мы сегодня должны говорить, наша задача, у нас не амбиции, у нас цели. А цели заключаются в том, что мы обязаны выполнять то, что обещали своим избирателям. Но с этими людьми это невозможно. У них другие цели абсолютно. То есть это, как сказал новоизбранный мэр города, абсолютно правильно, господин Турлес. Мы в условиях этого работать не будем. Поэтому, да, есть масса всяких... Это очень сложные конструкции, сложные варианты, сложные всякие переговоры впереди. И это все понятно, да. И как бы то ни было, да, но сегодня идти на поводу у тех, кто забыл о том, что обещал людям, и интересуются только своими личными возможными преференциями, да, но это нереально. На это мы не пойдем. Поэтому, ну, будем работать. У нас есть что делать. У нас есть различные сценарии, различные варианты развития событий. Но эта четверка в наших прогнозах, в наших планах не существует. То есть, в принципе, могут быть разные сценарии, даже, если что, и внеочередные выборы, да? Конечно, да. Ну, поймите, поймите, что сегодня, сегодня поддаваться на такие, на такой шантаж, да, и потом, и потом, ради того, чтобы еще полтора года там как-то, каким-то образом отсидеть, да, постоянно, постоянно подвергаясь вот новым и новым требованиям. Это нереально, это невозможно. Давайте тогда сделаем честные новые выборы и посмотрим, какой расклад, и будем работать в Сенатовой оппозиции, чтобы этих людей больше с нами не будет. Это точка. Все. Это решение, еще раз хочу сказать, и мало того, что я вот большую благодарность выразил своим коллегам по фракции, которые единогласно приняли это решение, я хочу еще сказать большое спасибо нашим партнерам из Госкалпатрии, которые это поняли, которые это приняли, и которые нас полностью поддержали. Может быть, такой, ну, последний вопрос, которого хотел задать, вот отдельных СМИ уже поспешили такое слово употребить, раскол во фракции, но я так понимаю, что никакого раскола нет. Расколы тому, что исключили. Есть, понимаете, ну, давайте называть вещи своими именами, да, но нам огромных усилий стоило, огромных усилий стоило, избрать господина Баранникова, СМРом, потому что против него было очень много возражений к причинам, да, в том числе возражений только от оппозиции, но и от партнеров по коалиции. Это было неоднозначное решение. Нам больших усилий стоило принять это решение. Но, наверное, там появились, как всегда бывает, околополитические активисты, которые, преследуя свои личные цели, начали, начали господина Баранникова убеждать в том, что, может быть, линцемера-то мало, может быть, надо что-то больше, большего потребовать, да. И, ну, слаб человек, ну, что делать? Испытания медными трубами проходят не все. И это реальность. И, так сказать, ничего там удивительного нет. Но когда Вадим поддался вот этим вот именно лицеприятным прогнозам по поводу его личного будущего, и забыл обо всем остальном, ну, извините, тут наши дороги разошлись. Да. Михаил Каменецкий у нас был на прямой связи. Большое спасибо, что вышли с нами в эфир. Спасибо, Владимир Ильич. Да, мы сейчас приведем с недолго на новости рекламу. У нас в студии Сандрис Берденис, напомню, об этом поговорим тоже, не переключайтесь. Микс-ньюс. Еще раз добрый день, Сандрис Берденис на студии. Напомню, мы говорим о той ситуации, непростой, мягко говоря, которая сложилась в Рижской Думе. Вот я так понимаю, что сегодня Рижская организация исключила из своих рядов вот эту четверку, да? Да, сегодня было правление, значит, неочередное правление Рижской организации, а единогласно, значит, правление Рижской организации по особо грубым нарушениям партийного устава, да, и по множественным пунктам, которые этот устав несоблюдения, да, в том числе и за то, что они, скажем, очернили, да, если так можно сказать, партию, да, этим, потому что все люди видят, что у них, кроме того, как выполнять интересы избирателей, да, которые делегиливали их, у них другие интересы, у них только свои интересы, да, и поэтому они были исключены из партии, и, как говорится... Да, вот тогда такой вопрос, который я хотел все-таки задать, вот мы сейчас видим же, множество комментариев есть, да, есть, конечно, диванные эксперты, при всем уважении у нас каждый может высказать свое мнение, есть и те, которые претендуют на какой-то там статус аналитиков, и они говорят о том, что что же это такое, что в партии согласия нет демократии, вот люди думают иначе, и их за это исключают. Вот как раз демократия и называет то, что у людей есть разные мнения, да, и они между собой разговаривают, да, мы очень много... Дискутируют, да? Да, дискутируют, разговаривают, мы очень много разговариваем насчет фракций, ну, фракций внутри, да, и мы никогда до этого не делали все, чтобы наше грязное белье, вот которое, например, там, ну, бывают же всякие там склоки маленькие, Ну, даже в любой семье такое бывает, да? Конечно, и бывают какие-то не... Ну, скажем, какие-то... Разногласия, да. Разногласия, да, и их мы никогда не выносили из нашей фракции, да, но просто они даже не дали возможности, то есть они поступили подло, они не сказали сразу, что мы не пойдем, мы не будем там, у нас что-то, какие-то требования есть, они просто, просто вот сделали, как сказать, нож в спину, да, просто вот... То есть, а если бы они на фракции сказали, что мы против, встали и ушли, то, в принципе, не было бы даже этого заседания, да? Конечно, тогда бы никто не... Тогда бы думали по-другому, да, но вот если у тебя есть какие-то проблемы, ты скажи, да, а не поднимай руку и говоришь, да, мы за это будем голосовать, да, два раза. А потом перед самым заседанием началось вот такое, да? Да. Да. Один вообще сказал нам, что ему надо домой, да, что там что-то, какие-то семейные проблемы, да, уехал, да? Прямо из заседания? Прямо из заседания, да. А как только про Турлайса проголосовали, он говорит, ой, у меня домой надо, и поспешил домой, да. 612-939, одевайте, пожалуйста, наушники, приемте звонок тоже, добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Пожалуйста. Перезвоните, пожалуйста, или выключите радиоприемник, но что-то происходит, мы, к сожалению, вас не слышим. Еще 612-939, реформ прямого эфира, работает, кстати, и ватсап, 2306191. Вот тот вопрос, который я задавал, да, вот, вторая попытка, добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Вот, теперь лучше, да, слушаем. О том, что будут проблемы между согласиями и честь служит Риги, было понятно уже давно, но вопрос лицензии. У меня вопрос к вашему гостю 2, очень короткий. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, как же ваша фракция, при такой любви, честь служит Риги, отнестась к официальному заявлению господина Бурова о том, что фракция честь служит Риги не будет голосовать за кандидата в мэры Риги, предложенного согласия. Принципиальный вопрос. И второй вопрос. Вы же честно скажите тогда, что же эти депутаты хотели, вы все вокруг да около, что вы, что Каменецкий. Они хотят для себя, они шантажируют, они там то, они там все. Молодые люди, ошиблись, не пришли, домой захотели, и за это исключать из фракции, исключать из партии, да где такое видано? Значит, они что-то сделали более серьезное, либо вы скажите, либо не упоминать. Спасибо, удачи вам. Так, ну, начнем по порядку, по поводу решения честь служит Риги. Видимо, это решение было принято уже после того, как стало известно, что Нилу Ушаков не будет больше депутатом Рижской думы, соответственно, мэра, поскольку он избран в Европарламент. Конечно, конечно. Это было по этому поводу. А что касается, что касается вот этой четверки, да, ну как мы можем это сказать, что у них в голове? Да, ну это у них, надо спрашивать. Но мы можем только предполагать, да, там было два вопроса. Мой вопрос, конечно, не был основной, почему они не пришли. Ну, может быть, вопрос был про порт, да, может быть, еще что-то, но мы не можем это, ну, вот я вам могу уверять, что мы не знаем истинных причин их действий, потому что они их не сказали. Они вот просто так сделали, да, но мы не знаем, что они хотят сделать, да, они свою фракцию хотят делать или еще что-то, да, но мы их истинных причин не знаем. И я хочу отметить, что это не простые рядовые депутаты, да, там, вот я уже сказал, что мне жалко, да, это вице-мэр Бараник, да, там новоиспеченный руководитель комитета развития, да, это очень важный комитет по важности второй после финансового, да, вообще в городе, да, под него финансовый департамент, не финансовый, а департамент развития вместе с Буалдой, да, это очень важные, важные такие моменты, да, значит, там один человек работал очень долгое время в Ригасному Парвалднекс, да, скажем так, как все время думал о наших домах, там, да, обслуживание домов, второй человек, ой, четвертый человек на рынке работал, да, и, скажем, как делал охрану рынка, да, у них у всех было свое занятие, было что делать, да, но у них таких явных никаких причин так поступать не было, да, ну, можно только об этом гадать, мы не знаем истинных причин. Давайте примем еще, наверное, один звонок, добрый день. Добрый день. Пожалуйста, слушай вас. Ну, как видимых причинил, вы перечислили сейчас людей, сами себе противоречит, то есть Риганаму Парвалднекс, контора, деньги, центральный рынок, деньги, понимаете, любое движение в муниципалитете – это деньги. Видимо, распределение потоков денег после ухода Ушакова не понравилось тем, кто рассчитывал на другое распределение денег. Вот и вся история. И я думаю, что ваш гость рукавит, не понимая недовольства этих людей, которые отказались выполнять какие-то свои обязательства, и он догадывается о том, что финансовые потоки пошли не туда, куда они рассчитывали. И поэтому они повелись таким образом. Вся история. Потому что муниципалитеты на данном этапе развития страны крупные – это последний источник денег бюджетных, которые здесь существуют. Порты, которых доля управления муниципалитета понятно, что не подпустят туда никого чужого. И все остальное. Потому что денег в стране больше нет. Они остались не только в муниципалитетах. Отсюда вся грызня. Спасибо большое. Ну вот такая версия. Я не знаю, будет ли вы что-то комментировать. Ну, я так понимаю, что у уважаемого радиослушателя нет никакой конкретной информации или фактов. Но если у него есть, тогда я прошу, чтобы он об этом как-то связался и рассказал. Даже не мне, а каким-то уже законособлюдающим институциям. Да. Вот здесь такой вопрос, который по линии WhatsApp пришел. Они же понимали, ну, имеется в виду четверка, что могли потерять? Какой там проект по рынку центральному? Правда, по-моему, проект не связан напрямую с центральным рынком. Нет, это связан. Если он думает, вот этот последний проект, который был, значит, о реконструкции... Ну, приведение порядок территории вокруг центрального рынка. Вокруг центрального рынка, да, это Красмола, это набережная, да? Да, набережная. Да, там многомиллионный проект по набережной, если он имел в виду это. Да. Но все равно, если они что-то хотели, или им что-то было мало и не хватало, тогда они должны были рассказать об этом, да? Это все равно, как считается, ну, это предательство, да? Ну, скажи, выговори, что тебе не нравится, да? Да. Вопрос, который я не могу не задать, я понимаю, что, может быть, сегодня у вас нет готового ответа, поскольку это только в ночь случилось, со вчерашнего на сегодняшний день. Что касается, действительно, того, как дальше вы будете работать, потому что, ну, действительно, сейчас нет большинства у коалиции. Коалиция есть, да, но большинства нет без этой четверки. Михаил Каменецкий уже сказал, там разные сложные схемы, да, мы сейчас работаем над этим, да, но конкретного решения пока нету, но они будут в ближайшее время, да? Ну, то есть, фактически, я так понимаю, что пока вы не готовы, наверное, очередные выборы, вы готовы работать до следующих выборов, два года, да? Да, даже уже меньше. Да, естественно, мы бы хотели, да, но если по-другому невозможно будет, тогда мы пойдем. Нам неочередные выборы. Да. Еще такой вопрос, который хотел вам задать, вот, исключение из партии, это был совершенно необходимый шаг вообще? Ну, понимаете, как вам сказать, если люди без таких, без каких-то объяснений, без причин особых, да, просто сделали предательство, да, ну, как возможно работать с такими людьми, как возможно надеяться на них, доверять им, да, если вот так они поступают, да, поэтому я этот вопрос просто поднял направление, да, у нас направление 8 человек, по-моему, наше правление партии, Рижского отделения состоит из 8 человек, да, даже если вот у меня такое мнение, да, может быть у других другое мнение, да, и я поставил на повестку дня вопрос об этом, и все голосовали, ну, вот получилось единогласно, то есть, получается, что все правление думает так же. Ну, я так понимаю, что вы готовы к неочередным выборам, да, я имею в виду согласия? Да, мы готовы, мы не исключаем этот момент. Это могло быть, вот этот вот бунт, если так можно сказать, могло быть как-то связан с тем, что мы понимаем, что лидер вашей партии уезжает в Брисселе, избран в Европарламент, может быть, это каким-то образом, ну, не знаю, стимулировало вот этот всплеск недовольства? Ну, да, естественно, что если, например, ну, как, это то же самое, что вот я, как бывший военный, могу прокомментировать, это то же самое, как на поле боя, да, если как-то пропадает, или не бьет Бог, убивает командира, да, то в армии это легче, там становится командиром следующие позвания, да, позвания, да, но там политики, где все люди равны, и ты никому не, как тебе сказать, все депутаты, у всех один голос, да, все депутаты, все равны, и никто не подчиняется никаким званиям, да, то это только от того, что ты придумаешь в уме, кто считает себя выше другого, да, от этого зависит, да, и может быть эти люди посчитали, что они могут возглавить, может быть тот же самый вице-мэр подумал, что он может быть, может стать мэром, да, или еще какая-то у него мысль была, да, но честно говоря, мы удивлены, что он так поступил. Можно ли говорить действительно о том, что последует какой-то, не знаю, расков в самом согласии, потому что вдруг у этих четверки есть какие-то единомышленники? Нет, потому что, во-первых, они не давно нашей партии, то есть, ну, недавно нашей партии, да, и во-вторых, у нас в одной рижке организации 1700 человек, да, ну, что такое 4 человека, да, ну, просто, естественно, что нам надо как-то лучше следить, и это, и я принимаю, это, это моя ответственность, да, что надо лучше следить за теми кандидатами, которых мы ставим в списке, да, может, может быть, и лидер нашей партии не досмотрел, да, но, будет, конечно, разбор полетов после этого будет, и в партии, да. Да, посмотрим, как произойдет, в какой-то степени, я так понимаю, что вы готовы вести диалог с оппозицией тоже, да, чтобы обеспечить большинство? Да, мы готовы, но мы, как вам сказать, ну, наверное, унижаться не стоит. Да, посмотрим, как это дальше будет происходить, но, тем не менее, я так понял, что у вас были какие-то конкретные планы и при работе в случае избрания вице-мэром, да? Да, да, да. Сандес Бергманис у нас был в студии, руководитель Рижской организации партии Согласия, мы, напомню, в течение эфира связывались с его однопартийцем, коллегой Михаилом Каменецким, обсуждая ситуацию в Рижской Думе, ну, наверное, стоит сейчас дождаться по крайней мере понедельника, вторника, когда будет какой-то ясность, к чему привели переговоры, но я так понял, что с этой четверкой сотрудничество, наверное, быть не может уже больше, да? Сотрудничество не может, и мало того, две или три фракции оппозиции в Рижской Думе сказали тоже, что они не будут с ними сотрудничать, да? Как мне сегодня сказал один человек из фракции, из другой партии, да, что он сказал, ну, Сандрис, ну, ты же понимаешь, что они предатели, да? И с предателями не работаем ни мы, ни вы, никто другой не захочет работать, да? Если будет какие-то, скажем, может быть, они могут теоретически, да, если есть какие-то голосования, они могут голосовать за то, что голосует оппозиция, и таким образом деструктировать нашу работу, да? Ну, я думаю, что это недолго. Спасибо большое, будем следить за развитием ситуации.